Привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике Первый взгляд мы посмотрим свежевышущий Call of Duty Ghosts, который вызывает довольно большой интерес, несмотря на то, что это Call of Duty и от него чего-то нового ждать в принципе не стоит. Тем не менее, эта часть была заявлена как первая часть Linux Gen'а, в ней обещали новую графику, то есть новый движок. По сути, правда, оказалось, что это движок тот же самый древний, просто там немножко доработали освещение и придали ему более-менее современный вид. Но, по сути, это те же самые щи. И все же, Call of Duty это такая игра, которую я люблю проходить в сингле, потому что тот заряд клюквы и идиотизма, который она несет, по-моему, в жанре все равно ничего лучше нет. Допустим, Battlefield 4, который я проходил не так давно лично для себя, ну, не сказать, что мне сильно понравился, несмотря на то, что авторы пыжились-пыжились, но в сингле все-таки Call of Duty, он, я думаю, ну, по крайней мере, в предыдущей части гораздо более интересный. Другое дело мультиплеер, там, на мой взгляд, уже прочно обосновался Battlefield на позициях лидера и играть в него очень-очень интересно. И, тем не менее, что-то меня понесло, давайте посмотрим кампанию полчаса и решим, стоит ли оно наше времени. Сразу хочу предупредить, что игра требует как минимум 6 гигабайт оперативки для того, чтобы ее тупо запустить, так что учитывайте это, это очень странно, по-моему. И вроде как-то уже появились заплатки в интернете, но, в общем, вот такие дела. Так, хорошо, давайте начнем. Я там проверял. Что-то как... 50 человек из отрядов войск первого уровня отправили против 500 вражеских бойцов. Их цель – вытеснить противника из гражданской больницы, сохранив жизнь пациента. Мы удерживали позицию три дня, потому что численность врага была слишком велика. С 60 осталось всего 15. Еще одну ночь они бы не продержались, и враг это знал. Они эвакуировали людей из больницы, отправив всего одного из своих в качестве провожатого. Остальные образовали строй, укрывшись за телами павших братьев. Пока они ждали, кровь с трупов лилась на них. На эту кровь налит песок. Кровь изменила их, своего рода помазание. Все это правда произошло? Да. Да ладно, пап. Ты же не веришь во все эти истории. Ну что ж, ладно. Давайте двинем домой. Пошли. Живяй. Интро пришлось маленько пропустить, чтобы игра не зависала. Во время записи она как-то очень странно работает. Но я думаю, кому нужно, те сами все оценят. Ну давайте оценим графику. Графика выглядит вполне себе современно, но это не тот уровень, который нам обещали. Понятное дело. И тем не менее, говорят, что игра не очень хорошо оптимизирована и тормозит на довольно мощных системах. У меня пока вроде все нормально. Давайте посмотрим полчасика геймплея. Это, похоже, наш папаня и наш брат. Что за дрожь вообще? Пойдем домой, проверим, ничего там не сломалось. Папа, что случилось? О, что происходит? Один. Это Один. Дом, мальчики, живо! Офигеть. Что это? Это не землетрясение. Хэш отведи брата в подвал. А я за машиной. А пассажирный выполняй. Обалдеть. Я не знаю, что происходит. Оно, похоже, отрабатывает какое-то довольно мощное оружие. Ты что, черт возьми, стряснусь. Давай, хэш веди. Сюда, Логан, залезай. А как вы могли заметить, я играю на геймпаде. Понятное дело, что целься будет не так удобно, но мне очень нравится играть на геймпаде. Опа. Пойдем. Ох, трясет-то как пипец. Это место больше не подержать. Нерпность, если не убрем. Давай! Заело! Помоги! Ладно. Три, два, один, провались! Так, ну хорошо. Вообще непонятно, что произошло. Но я говорю, сюжет, он... В клуб, видите, мне себя нравилось. Отслеживаю сигнал от холостого выстрела. Эй, Бейкер, а вот и наш транспорт. Идем туда. Бейлоуд, это диспетчер Ботина. Мы готовы к приему. Россия Чиродина, мы отправляемся инструктировать новую команду. Ты офигеть вообще. Вы понял, мы готовим шлюз С. Шаттл приступает к стыковке. Бейлоуд, 10 метров. Начинайте вращение. МКС американская какая-то. Бейлоуд, 5 метров. Круто. Два метра. Бейлоуд, выровняйте свое вращение. Мосли, шлюз С. Все готовы к стыковке. Девят, ну вот это круто на самом деле. Бейлоуд, ориентируйтесь на опору колючки, сдавайте назад. Понял вас, Бейлоуд. Герметизация шлюзов. Ой, хочется уже поскорее домой. Сколько прошло? Три месяца? Бейлоуд, стыковка будет жесткой. И выстрели. Отличное пилотирование. Нормально. Бейкер, помоги мне сразу с русской. Собчак. Русский? Эээ, ну что? В космосе? Как? Хе-хе-хе-хе. Так, надо уходить. Там парни с автоматами на космической станции. Хе-хе. Все очень плохо. Так, давай, полетели. В полете, понятное дело, не ускоришься. Так, давай. Я там обшивку не пристрелил еще пока? Ладно. Уходим. Блин, прям в космосе. Ну, это еще... Я такого не видел в полу-дюте, да. Хорошо. Да, это не очень плохо. Так это и есть, Один. Это пушка, похоже, на орбите висящая. Введение в Майами. Захват. Один подтверждает захват целей. Статус жеркла готов к бою. Ты безопасная зона, прискочь. Что туда? Запуск через 10 секунд. Команды гуляют координаты... Офигеть. Крюсер, что нам делать? Ти в безопасную зону. За мной! Один загружаются координаты целей. О, пошел процесс, пошел с нами. Так, давай, двигаем. Полная разгрыфметизация. Охренеть. Воу, это слишком круто. Смотрели недавнюю гравитацию? Вот что-то такое. Принято, Мосли. Наведение заряда 3 и 4 Одина обменено. Но второй заряд по-трешнему готов к бою. Наведение завершено. Сан-Франциско, Дендер, Канзас-Сити, Чихаго, Вашингтон. Еще не все, Бейкер. Наш петордин. Нужно его ликвидировать. Не надо, что вас лучше попасть. Давай, Бейкер. Барбус, насколько нужно отгонить его лодь, чтобы длить равновесие? На 23 градуса левый борт или кормух. Но дистанционное управление не работает. Придется вручную, и что поделаешь? И как мать будем эту банку в океане. Так, хорошо, только я не знаю, как. Давайте, это явно билет в один конец. Ничего нормального из этого не выйдет для нас. Мотает, ты как пипец. А на все, смотри. Шлем треснул. Ну и я-то куда? Куда мне деваться-то? Я тоже в атмосфере сгорю сейчас. Офигеть, просто. Не, вот это реально круто. Вот за это я и люблю сингл-колл-дьюти. При всей его бредовости, это космонавты-убийцы. Это очень круто. Охренеть. Ну и на графику я зря ругался. По крайней мере, на ПК это все выглядит, ну, не сказать, что дико технологично, но очень современно, в принципе. Понятное дело, что Frostbite, он потехнологичнее, но то, что мы имеем на старинном движке, на самом деле, удивляет. Давай, погнали. Все падает, просто я не знаю, как в фильме 2012. Что делать? Что делать, брат? Плохая была идея. Ладно, живы. Давай, давай, сломай. Отлично. Веди меня, веди, я сам не знаю, я боюсь, куда-то идти тут. О, какой пипец, Лариса. Что-то меня накрыло. Да бегу я, стараюсь. Еще одна вошла с меня. Офигеть. Офигеть. Логан. Эш, Логан, вы как? Папа, все в порядке. Залезайте в кузов. Ну же, Логан. Тащи его в кузов, давай скорее. Надо сваливать отсюда. Озвучка, на самом деле, так себе. Ну, она, по крайней мере, есть. С тобой все будет хорошо, сын. Хочу предупредить, что в версиях, которая продается в Стиме, русского языка нет. Он там вообще не включен. Вы можете купить либо ритейл-версию на дисках, либо он в Стимбайе, что тоже, в принципе, довольно удобно. А цифровой ключ, как он как раз будет от ритейл-версии. То есть, русская озвучка и с русским языком. Городу что-то там совсем край. Ну, что я могу сказать пока что? Пока что все очень круто. И реально с первых секунд очень сильно пробирает. То есть, реально увлекаешься в этот процесс. Мне понравилось. Давайте посмотрим дальше. Восхождение лет назад. Когда огромные производящие энергию пустыни были уничтожены, наступил коллапс зависевших от них держав. И тогда же началось возвышение федерации. Федерация объединила всю Южную Америку под одним знаменем, поглощая все на пути своей безжалостной экспансии на север. Обратив против нас Один, федерация встала на границе Америки, готовая нанести удар. Они считали, что мы ослаблены. Легкая жертва, ждущая последнего удара. Мы сражались долго, упорно, пока не оказались в патовой ситуации. И здесь, в кратерах нейтральной зоны, мы теперь ведем оборонительную войну с превосходящим нас противником. На самом деле, эта игра создана вообще. Вот это вот Ghosts, они, похоже, думали, блин, что же еще новую сделать? А потом вспомнили, что у них в Call of Duty Modern Warfare был культовый персонаж, собственно, Ghost, призрак. И на основе этого целое спецподразделение сделали, перенесли в недалекое будущее, и вот мы имеем теперь то, что имеем. Не знаю, ну, я на самом деле доволен. Все предыдущие части серии, я не знаю, в Синге проходило с большим удовольствием 10 лет спустя бомбе. Как слышно? Хэш! Логан! А, вас понял, да, мы здесь вперед. Судя по поступающим отсчетам, Даллас был атакован прошлой ночью. Центр требует повторно прочесать стены как можно быстрее. А, черт. Вышавшие есть? Нет. О, собака. Прости, не разбудил. Думал, тебе лучше отдохнуть. Та самая собака, да? Тише, парень. Слушай. Сколько мемов по этой теме. Райли что-то нашел. Берите снарягу, уйдем. Хорошо. Давайте посмотрим, что это собака умерет. Запрещаю, мы снаружи. Парни, вы что-то нашли? Райли нашел. Как раз проверяем. Так точно. Мы будем защищать выход. Конец связи. Это Даллас? Что-то с Далласом вообще все не очень хорошо. О, как мы умеем. Сюда. Приходим. Райли. Это чуть ли не постапокалипсис какой-то. Все чисто. Подходите. Разрушенный город. Напоминает спецопс Зелайн. Помните, так и было? Ставка была увеличена. Близко. В дверь справа. Ого, офигеть. Кажется, Райли проголодался. Здесь лучше ничего не есть. Когда вернемся, я тебя покормлю. 6-1, доложите обстановку. Просто местные животные. Все нормально. Есть. Направляемся к пункту сбора серебро. Как слышите? Уникены. Да, слушай. Встречаемся у стены. Мы вытягаемся. Так точно. Вот она. Жавить жуть. Но держится. Стена. Прям как в этом. Тихоокеанский рубеж. Сержант. В секторе чисто. Почти. Надо прочесать эту сторону стены. На этом все. Левая сторона наша. Надо торопиться. Перестроятся заправки. Еще бы. Это сейсмическое оружие просто пипец что состворилось с городом. Города по сути нет, они руины. Я там кого-то слышу. Ты слышишь? Там кто-то есть. Ждем Райли. Если он атакует, стреляйте. Управь их. Умница. Так, ну пошла, короче, Жерэ. Собака там просто крокодил какой-то. Офигеть. Разрушаемость. Ох, разрушаемость. Показать, что у них какие-то новые фишки в движке. Но это что? Ладно. Геймпад не очень удобно целиться. Зато интересно передвигаться. Для себя-то я на клаву мыши буду играть. Но когда делаешь видео, гораздо более зрелищно получается на геймпаде. Именно из-за плавности передвижения. Затофановый день только меня вымораживает. Оно реально в каких-то местах. Так, пошла. Мишка летает. Какие-то модернизированные. Слышим вас хорошо. Бросайте дымовую. Мы идем к вам. Вас понял. Смирный депутатный побежит. Смирный депутатный побежит. На самом деле, надо снайперку взять. Так, надо укрытие повышенное здесь. Что-то за месяч и серьезный идет. В общем, хочу сразу сказать, в этой игре лично для меня та же самая проблема, что и в последних частях. То есть, из-за места и физики тел стрелять неинтересно. По сравнению с тем же Баттлфудом, ну, как-то стрельба вообще не... Как это назвать? Ну, торт, короче говоря. Но при этом все равно по скриптам... Не знаю, я в Call of Duty в сингл играю ради скриптов и взрывов. Чего еще там хотеть? Вон, а магия. Ты еще живой там, что ли? Вроде умер лох. Где ты так сидишь? Так, спокойно. Да там опять кто-то есть. Как ты взялся-то вообще? Ой, ой. Все очень плохо. Давай, давай, родной. Я не знаю, в себя приходит время от времени, что ли. Как-то все непросто. Надо отлежаться, ну ее нафиг. Вот, нормально присовываем, конечно-то. Лежи, касатик. Что? Собака вообще какая-то потерянная просто носится, писается. Так, сейчас все будет. Где мне его взять? А вот он. Тихо, малыш, тихо. Райли, вперед. Хорошо, где вертолеты? А вот и оно. Вот как надо. О, этот какой-то бешеный. Вернется, нет? Сейчас его увидеть сначала надо. А вот и ты, да? Так, почему не стреляешь? Вот так вот, хорошо. Парень какой-то злой, смотрите. Все, готово. Вы там что-то не особо воедете, как я посмотрю. Все парни до сих пор живы. Чисто! Все чисто! Добрал, Дэвис, отвечаете за транспорт. Вас понял. Возьму на себя транспорт. Логан, ты на охране сзади! Ого. Холи бейджер. Идем, Логан. ППш, конечно, от нее толку особо не будет, но ладно. А то прикольно вывели. Сейчас, секунду, я посмотрю, что там. Интересно же. Э, ладно, неважно. А, внутрь, пойдем дальше. Так, ну, хорошо. Скажите. Беженцы. Пипец, что тут произошло-то вообще? Надо затянуть, смотри, нормальный город. Я, правда, не знаю, есть ли снаружи все разбомблено и кратеры, то почему внутри нет. Сеттинг крутой. Интересно, как вот. Чего произошло? Это мы, походу, выясним. По игре уже, по прошествии там некоторого времени. Пока что понятно, что есть плохие, есть хорошие. Хорошие сидят, как судьи Дредд, прям в каких-то мегаполисах. Это мы, сердце. Внимание. Из-за недавнего нападения федерации все поставки остановлены до изменения ситуации. Повторяю, все поставки приостановлены до изменения ситуации. Пошли, надо найти старика. Погнали. Это наша папашка, что ли? Я слышал о нападении. Парни, вы в порядке? Точно. Прогуляемся. Отец, они казнили гражданских? Я знаю. Их разведотряды собирают падальщиков и бродяг. Надеюсь найти вход в город. Так они и захватили Даллас практически за ночь. Чем можем помочь? Пап. Слушайте, парни. Вы последнее, что осталось у меня в этом мире. Пап, послушай. Но я только вам и могу довериться. Послушай, а? Что бы это ни было, мы с Логаном готовы. Вы отправитесь в нейтральную зону. Секунду, что правда? Вы слишком долго обранились. Так что я отправляю вас за стен времена. Вы свяжетесь с разведотрядом. Соберете столько информации, сколько сможете и вернетесь обратно. Так куда же в нейтральной зоне мы отправляемся? В общем-то, кому и знать, как не вам. Вы отправляетесь домой. В общем, вот такие дела. Ну, что я хочу сказать. На этом первый взгляд завершим. Уже понятно, что это будет одноразово, но при этом довольно любопытно, на мой взгляд. То есть, по сути, Call of Duty есть Call of Duty. Он не меняется с годами. И тут, по сути, ничего нового ты не придумаешь. Просто шутер, за которым будет приятно провести пару-тройку вечеров. Я думаю, в Синдле он будет довольно-таки любопытен. Графика, ну, не сказать, что она сильно шагнула вперед, но, тем не менее, реально, виден какой-то скачок такой, по сравнению с предыдущими частями. Но на уровне других современных шутеров это все равно выглядит довольно смешно. Не стал бы говорить, что игра там лучше чего-то или хуже чего-то. Она просто, по-моему, имеет право на существование, хотя бы потому, что ее многие ждут. Очень многим нравится серия Call of Duty. Но при этом я бы, честно говоря, сказал, что серии реально необходимо развиваться уже, потому что то, что мы наблюдаем на протяжении последних лет трех-четырех, это, скорее, стагнация уже. То есть, они реально используют разложившийся труп когда-то хорошей игры. Накручивают, конечно, новых фишечек, но, по сути, это одна и та же игра, которая со временем, я не знаю, там через пару лет уже просто будет раздражать людей. И Бобби Котик, я думаю, это прекрасно понимает, и они просто уже жмут последние стоки из бренда. Понятное дело, что игра продастся многомиллионными тиражами, но рано или поздно с этим придется все-таки делать, что-то менять, по-моему. А пока что имеем то, что имеем. Крайне неплохой шутер для одиночного прохождения. Не знаю, что там будет с синглом, ой, с мультиплеером, я в него не буду играть. То есть, мне банально неинтересно. Ну, надоело, опять же, по той же самой причине. Ух ты. Собака? С камеры на плече. Короче, ладно, неважно, это все уже поиграйте сами, если вам понравилось. Повторюсь, игра продается на английском языке в Steam, на русском в ритейле и, скажем, на SteamBuy. Она требует как минимум 6 гигабайт для того, чтобы запустилась. В остальном, в принципе, вот такие вот дела. Спасибо, что смотрели. Увидимся в других видео. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok